Очень красиво! Какая красота! Ну какая же красотища! Очень красиво! Всем привет! Из тёплой солнечной Москвы. Сегодня 19 мая, и я прилетела, чтобы посетить выставку Россия на ВДНХ, а заодно и выступить со своей темой, любимой, которая называется «Идеальные автопутешествия по России». И мы отправляемся с вами на прогулку. Вообще, конечно, очень красиво. Я только приехала, и здесь на аллее перед входом в ВДНХ высажены тюльпаны, и это всё так сразу по-летнему. Такое настроение классное, солнышко пригревает, так здорово! Прям благодать! Я, увы, на выставке России ещё не была, хотя она идёт ещё с прошлого года. Всё не получалось, не подворачивалось подобного случая, но тут, так сказать, совместить приятное с полезным, и заодно мы с вами посмотрим, что регионы показывают и представляют на своих стендах, и вообще, что ещё интересного есть. Ещё вчера я смотрела афишу выставки «Россия», и было написано, что с 21 мая будет открыта выставка цветов на цветочной аллее, но я надеюсь, что она уже работает, она не закрыта, и можно будет прийти, посмотреть и полюбоваться. Поэтому денёчек сегодня будет насыщенный. Ну, погнали! Я решила свою прогулку начать не с павильона 75, где проходит всё основное, а с павильона Д, где есть много различных интерактивных штук. Например, здесь есть зоны вот такие выделенные, которые сделала Серебряное жюрелье России. Это маршрут по регионам Северо-Запада, и тут довольно-таки интерактивно можно включить звуки путешествия и послушать. Ветренное, историческое, культурное, царственное и родное. Закрывайте глаза и наслаждайтесь путешествием. Попробуйте угадать, где мы находимся. Я расскажу вам про это. Древняя Русь начиналась именно отсюда. В крепости Старой Ладоги, веке Волков, стал княжем первой из царской династии, легендарный князь Рюк. Спустя почти тысячу лет другой царь из династии Марлок повелел прорвить здесь окно в Европу. Много павильончиков, здесь проводят много экскурсий, очень много экскурсионных групп на самом деле. Так, а здесь у нас что такое? Это русский север. О, киджи. Смотрите, киджи. Суровый, самобытный и радостный. Здесь у нас золотое кольцо. Дальше морские курорты. Здесь в том числе проходят какие-то мастер-классы. Люди развлекаются. Здесь сцена, видимо, где я буду выступать. И пойдемте еще посмотрим, что здесь есть. Кавказ. Посмотрите, какая тоже красота. Эльбрус, макет Эльбруса. Не, ну здорово, да, конечно. Можно зайти в кабиночку посидеть. Здесь и стенды Фосагра. Экологический туризм Сириус. Можно на степпере походить. Забавно. Федеральная территория Сириус тоже. Это в Сочи, если кто не знает в основном. Очень интересно. Ну, я заглянула в павильон Д, где буду выступать. Прошлась, посмотрела, там интересно. И сейчас у меня есть время до своего выступления. Я пошла в основной 75-й павильон. Посмотреть некоторую часть регионов и их, собственно, выставки. И здесь очень большое здание. Конечно, прям огромное. Пойдем. После выступления у меня еще будет немного времени для того, чтобы пройтись и посмотреть. Ох, сколько всего! Сколько людей вообще! А посмотрите, здесь сразу встречают Мурманская область, Дальний Вахток, Камчатка. Здесь какой-то телепорт и огромная очередь. Якутия вижу. Магадан, Ленинградская область. Ох, ну ладно, пойдемте, будем смотреть, что здесь есть. Людей, конечно, очень много, повсюду очереди, очень много экскурсионных групп. Здесь проводятся бесплатные экскурсии по 75 минут. Сразу, как вы заходите в павильон, предлагают экскурсию записаться и пройтись по ней. Но так как у меня время ограничено, я решила просто пройтись, посмотреть, что здесь интересного есть. Посмотрите, еврейская автономная область с радугой. Здесь различные природные ископаемые. Что-то рассказывают интересное. Приморский край, тоже очень красивые стенды. Конечно, невероятные. Хочется все рассматривать, все смотреть. Владивосток прекрасный. Я там была. Так, идем дальше. Я так понимаю, здесь еще какие-то там лекционные зоны есть. Но вообще, конечно, глаза разбегаются. И вон я вижу свой родной регион. Омская область. Дойду до него по кругу. Обещала маме сфотографировать, показать, какая у нас там красивая Омская область. Сахалинская область. Тоже посмотрите, сколько всего. И здесь как раз идет какая-то лекция. И вот эта часть стала подвальным помещением для башни. Башня маяка состоит из девяти этажей. Три из них, третий, четвертый и пятый этажей. Вообще, конечно, если ходить здесь прям, ну, обдуманно, потихоньку, все рассматривать, то мне кажется, даже целого дня не хватит. Потому что у нас столько много регионов России. И каждый из них достоин внимания. Посмотрите, прекрасная Бурятия. Мы с вами были в Бурятии в рамках прямых эфиров в Одноклассниках, которые я проводила. Какая красивая фотозона у Бурятии. Ну, вообще, конечно, глаза разбегаются. Ханты-Мансийский автономный округ, пожалуйста. Здесь мамонты есть. Зона Забайкальского окрая, пожалуйста. Здесь у нас Курганская область. И все зоны такие зелененькие. Прям все так нравится рассматривать. Очень красиво. Прям очень крутая история про развитие туризма в России. Потому что как раз есть возможность познакомиться с каждым регионом в рамках выставки и принять для себя какое-то решение, например, куда отправиться путешествовать. А здесь у нас Ямало-Ненецкий автономный округ, который славится своими олимпийскими чемпионами. Ох, ну вы только посмотрите, что они здесь сделали. Ух ты! Можно сфотографироваться с медведями. Покататься на нартах. Все довольно интерактивно и очень здорово. Тюменская область. Такой закрытый здесь павильон. Мы пойдемте посмотрим, что там. Здесь, конечно же, Тобольск. И Тюмень. И все вот эти наличники. И вся вот эта красота Тюменской области. Ну прям прекрасно же. Посмотрите. Интерактивный наличник. Так, дальше. Свердловская область. Кузбасс. Тоже посмотрите, какая красота. Красноярский край. Алтай. Это какое-то буйство красок. Вообще невероятной... Невероятных инсталляций. Какой-то красоты просто. Что-то с чем-то. Еще сегодня здесь день такой посвященный свадьбам. Поэтому тут такая еще выставка свадебных платьев внезапно. Здесь, конечно, всем понравится. И взрослым, и детям. По крайней мере, я в восторге. Новосибирская область. Смотрим. Наука. Здесь наука. Снова платье. Много свадебных платьев. Так, ну давайте пойдемте. Омская область. Посмотрим на павильон Омской области. Так, ну что, по Омску. Омская молодежная столица России. А еще здесь стоит классная интерактивная зона, где можно подойти и сделать такой кадр, который... Фон будет это Омск. И скачать себе фотографию Омска, город студентов. Но это и так, правда, это я знаю. Я училась в Омском государственном техническом университете. И здесь еще, конечно же, зона проекта будущего. Вот 11 апреля 24-го года состоялся пуск Омской ракеты Ангара А5. Молодцы! Горжусь своим прекрасным родным регионом. Смотрите. Здорово, здорово! Так, ну у меня есть еще сейчас немного времени пройтись, смотреть. И здесь у нас Алтайский край. Так. Так, так, так. Большая буква А в цветах. Томская область. Томская область и Иркутская область. Алтайский край, конечно, прекрасен. А вот здесь еще есть Республика Туа. Смотрите, как у них тут здорово. Посмотрите, как лосно. Томская область. Томская область вся такая зелененькая. Изумрудная сзади подсказывают. Наличники. И мы переходим в Красноярский край, где я еще не была, но очень хочу. И обязательно там мы побываем с Антоном. Смотрите, макет какой. Интерактивный причем, видите? Опускается, поднимается. Здорово. Ну вот еще с другого ракурса Иркутская область. Здесь тоже проводятся мастер-классы для взрослых и детей. И Республика Хакасия. Про Хакасию у меня были публикации в группе. Можно посмотреть, почитать по тегу «Вокруг света Хакасия». Здесь же, конечно, стоят известные мингиры, точнее, их копия. Я рассказывала в своих постах, что самый известный – это музей Улхурту Яхтас, где как раз стоит один из самых известных и самых значимых. Сибирь, ты просто косманс. А мы, кстати, прошли мимо Амурской области, потому что она была сбоку немножко. И вот мы дошли. И здесь тоже все с космосом так связано. Логистический проект БАМ. Тоже много всего интересного. Ну да, кстати, обратите внимание, так получилось, что я сегодня тоже в футболке Калининградской области, на которой написано «Вдохновляй». Ну и, собственно, у них сейчас такой брендинг. Вот можно видеть на экране, да, Калининградская область. Правда, сотрудники тут в основном я видела в черных футболочках представители. Ну, а я в Беленькой. И тут такой мини-макет кафедрального собора. Рассказывается про хомлинов. Ну, прям классно. И посмотрите, там какая Архангельская область. И еще раз внимательно разглядываем Архангельскую область, потому что здесь начинается Арктика. Красивый космодром Плесецк. Сильный север, сильная страна. А здесь, посмотрите, национальные костюмы тоже свадебные, потому что, как я уже говорила, такая сегодня тут свадебная тематика разных регионов. И вот, кстати, Ленинградская область. Вот так вот она выделилась природными красотами, конечно же. Итак, пойдемте дальше. Здесь у нас Республика Коми. Мурманскую область мы с вами видели. Коми, посмотрите, это тоже природа, деревья, реки, леса. Ну, какая же красотища. Республика Карелия. А здесь Санкт-Петербург. Вы посмотрите, это просто мини-разводной дворцовый мост. Вот это... Петербург, конечно, прекрасен. Сфору нет. Псковская область. Россия начинается здесь. И Псковская область тоже очень красивая. Посмотрите на Варламовскую башню. Очень похоже. Здесь внутри тоже интерактивно. И холодно. Что здесь еще? Тоже зона для какого-то мастер-класса. Карелия. Конечно же, Карелия здесь сразу кижи. И не протолкнуться здесь. Я стою в пробке из людей. Очень красиво. Конечно же, как я сказала, кижи. Ну, и текущую прогулку мы закончим, наверное, Новгородской областью. Сейчас посмотрим. Тоже здесь все так красочно. Как будто такая сказка для детей. Посмотрите. И... А вот еще Ненецкий автономный округ. Тоже весь такой современный. Вижу мох. Можно потрогать мох. Красота какая. Ну, мы с вами еще много регионов не увидели, потому что есть продолжение выставки в другом зале. Здесь Вологодская область. Тоже посмотрите, как красиво у них тут. Классно. Ну, все. Я отправляюсь выступать, и мы с вами еще обязательно сюда вернемся. Ну что, я выступила. Видео и фоточек, к сожалению, нет. Хотя нет, фоточки обещали прислать. Я с ними поделилась, наверное, в влоге на момент, когда вы смотрите это видео. А, собственно, видео с выступлением, увы, нет. Поэтому, если вдруг я где-то выступаю, то, конечно же, лучше приезжайте лично. Заодно будем знакомиться. Ну, у меня есть время до самолета еще. Обратно в Питер. Я пойду еще погуляю по выставке «Россия», потому что я еще не все регионы посмотрела, не все регионы вам показала. Так что мы отправляемся снова на прогулку. Ну что, друзья, продолжаем нашу прогулку по выставке «Россия». И я пришла во вторую часть павильона, где у нас здесь еще множество разных регионов России. Например, Татарстан. Вот тут что-то рассказывают интересное. Какой товарный знак в Казани числится в Роспатенте? Столица по Волже, город на Волге, Третья столица России или город Махалбат? Третья столица России, конечно, это правильный ответ. Третья столица России. А кто знает, что это за прекрасный заим? Это театр Бухов города Казани. Сколько станций в Казанском метро прямо сейчас? Восемь. Одиннадцать. Одиннадцать станций в Казанском метро прямо сейчас. Возможно, когда мы уезжали из Казани, было восемь. А приедете будет уже 15. Великолепно. Именно так это и работает. Одиннадцать станций в Казанском метро прямо сейчас. Мы с тобой всем большое спасибо за участие. Добро пожаловать на выставку Форум России. Добро пожаловать на Станцию Республики Катарстан. Как у нас говорят, Рейдима Катарстан. Всем хорошего дня. Попали с вами на кусочек викторины. Прямо очень здорово. Ну что, можно теперь, мне не торопясь, гулять. Итак, Липецкая область. Тоже какая зелененькая. Здесь рассказывают про национальные костюмы. Пермский край. О, смотрите, Тверская область какая. Ого-го. Ничего себе. Вот это да. Вагоностроительный завод. Тут как тут. Я даже когда-то там на экскурсии была. Смоленская область. Смотрите, какая. Тоже красивенько все. Мастер-класс. Куколок, по-моему, делают. Можно туда зайти посмотреть. Где у нас все? Куда потерялись? Тарелочки. Куда у нас все потерялись, люди? Люди потерялись. Космический путь. Что здесь? Не знаю. Вот это да. Посмотрите, это Белгородская область. Белгородская область. Куда. Счастье, что оно доживится. Пусть ты не думаешь, А в предкину он донится. Тоже ведь не донится, Тоже нас с ним понимаешь. Донаешь, все еще будет, Столько отцов убегают рельсы. Столько отцов убегают рельсы. Пусть ты не поймаешь, Ты не поймаешь. А в предкину там донится, Тоже ведь не годится, Ты уже с ним понимаешь. Послушали и идем с вами дальше. Это у нас Владимирская область. Здесь тоже проходит мастер-класс, Макет. Итак, отправляемся в путешествие по Воронежской области. Что здесь? Вот это можно попробовать станцевать. Давайте расстаем. Нужно расстаем в другие стороны вот так вот. Не могу. Вы можете опускать. Мы вас сканируем, взмешиваем И определяем ваш талисман. Мой талисман? Да, и вашим талисманом является волк. А вести вы как один волк, Повторяете движение, И сейчас мы определим, С какого же места вам нужно начать в своем путешествии. Итак, приезжайте в Воронеж, И нагуляйте по центру Воронежа, И прекрасно проводите время. Хорошего дня. Спасибо большое. О, посмотрите, какая красотища просто. Здорово, здорово, Как сделали полный интерактив. Просто классно. На самом деле я здесь хожу, Как маленький ребенок, Подумаю, что все такое интересное, Все такое интерактивное. Прям у меня восторг, восторг. Смотрите, это Ивановская область. И здесь ласточка. И все-таки в красных тонах. Великолепно. Ну, пойдемте дальше. Ярославская область, Вы посмотрите. Вы только посмотрите, Какая красота. Вот это да. Да. Надо же, как здорово сделали. Вот, а я Антону все говорю, Поехали в Ярославль. Там так красиво. О, Костромская область. Пойдемте посмотрим, Что у них все в таком дереве. Тоже очень здорово. Какие-то тоже интерактивности. Фото зона. Династия Романовых и Кострома. Здесь какие-то украшения. Ну, прямо здорово, здорово. Здесь у нас брутальная Брянская область. Что это у нас за аппарат? Стелс. Вот это да. Рязанская область с воздушным шариком. Смотрите. А это у нас Орловская область. Зелененькая такая фото зона. Красивая. Вау. Ну, вы посмотрите, Какая цветущая Тамбовская область. Здесь прям фото зона. С сиренью. Вы посмотрите. Очень красиво. А здесь Подмосковье. Я так понимаю, Московская, видимо, область. Сейчас найду. Да, Московская область. Тут тоже какая-то викторина. Идет интерактив. Здесь тоже можно поиграть. Кстати, есть кафе. Можно перекусить. Для тех, кто проголодался. Смотрите, Тульская область. Из кубиков состоит. Очень красиво. Курская область. Ох. Ну, это, конечно, очень прекрасно. У Тулы здесь такие классные разные фотобудочки. Тоже с интерактивом. Мы идем дальше. Здесь про Курск. Тоже оружейная столица России. У нас Тула. А здесь Чеченская республика. Тоже, как и Брянская область. Брутальные ребята. Итак, а здесь у нас Кабардино-Балкария. С огромным кубом яблок. Посмотрите. Здесь, кстати, потише, чем в той части павильона, где мы были в начале. Северная Осетия еще. И Карачаево-Черкесская республика. Здесь прям тихо и прям благодать, я бы сказала. Приятно прогуливаться и не глохнешь. Так, у нас тут в Северной Осетии VR шлемы. И палаточка с глэмпингом. Можно отдохнуть. А в Карачаево-Черкессии. Пойдемте посмотрим. Тоже какой-то павильончик маленький. О, мой любимый Дагестан. И напротив Ингушетия. Посмотрим сначала на Дагестан. Ой, вы посмотрите, какую прелесть сделали. Тут прям стекло с песочком и с различными предметами. Республика Ингушетия. Смотрите, какая с башенками. Прям так написано Ингушетия. Родина башен. И здесь тоже костюмы национальные. Мастер-класс какой-то был для детей. Яблочки. Ой, как красиво. И здесь, кстати, уголок новых регионов России. Херсонская область. Пойдемте посмотрим, что здесь. Инфраструктура туризма. Развитие и перспективы дальнейшего. Про морской отдых на морях. Так, что здесь у нас? Запорожская область. Пожалуйста. Ставропольский край. Тоже посмотрите, какой красивый. Здесь вот аист ребеночка принес. Ляпота. Ростовская область. Донецкая народная республика. Вот смотрите, какой стенд у Донбасса. Яркий такой. И мы разворачиваемся и смотрим на Ростовскую область. Казачий курень. И здесь у нас в уголочке спряталась Луганская народная республика. Краснодарский край. Тоже тут шар. Все такое красивое в цветах. Севастополь. Тоже дети фотографируются как будто в кораблике у кто-то на мастер-классе. Здесь также Краснодарский край. А здесь Крым. Я люблю Симферопольский район. Еще раз добрый день. Мы рады вас всем приветствовать. Симферопольский район. Развуяется. Вместе с ним моя душа Развуяется. Развуяется. Пусть сердечко моё Счастье обуется Пусть сердечко моё Капочки со стразами Пусть сегодня праздничный Мы сегодня празднуем Веселись и гуляй весь народ Пусть это стороною пройдёт Если сердце отчастья поёт Это значит Россия живёт Веселись и гуляй весь народ Пусть это стороною пройдёт Если сердце отчастья поёт Это значит Россия живёт Хорошо с Астраханской областью, но пойдёмте гулять дальше В Алгоградская область Посмотрите мини Родина Мать Здравствуйте Можно поучаствовать в векторине В Алгоградской области Нажать, появится вопрос Вам нужно только выбрать правильный ответ Шесть правильных ответов Получите приз от В Алгоградской области Здесь у нас игра Можно поиграть Побегать по В Алгоградской улице с достопримечательностями нашего города А здесь наши достижения Запрасники в 10 лет в разных отраслях Отлично, спасибо большое А здесь у нас Республика Калмыкия Тоже здесь буддизм, как и в Бурятии Так, Калужская область Всё такая современная Так, а это кто у нас здесь, какой регион Нижегородская область, вы только посмотрите А так, на самом деле, я как-то сходу и не поняла сразу Здесь сейчас идёт мастер-класс для детей Тула с другой стороны А здесь прямо по центру Москва Тула-класс для детей Тула-класс для детей Ну что, как вам? Делитесь в комментариях Обязательно Нижегородскую область постили Ой, смотрите, там внезапно первый канал Вот это да Тут первый канал Тут можно попробовать себя В роли телекорреспондента Вести Прям настоящая такая студия телевизионная Вы только посмотрите И первый канал Можно сфотографироваться Целая очередь Там у нас шоу-голос Можно в кресле посидеть И нажать кнопку, как Агутин Мы продолжаем изучение Здесь у нас Самарская область Посмотрите, какая красивая девушка В национальном костюме Просто великолепно А здесь у нас республика Башкортостан Сейчас, наверное, выступать будут Сегодня день выступлений А мы все слушаем и все смотрим А мы все守 му-голос А мы все слушаем А вы все слухи Послушали. Идем дальше. Здесь викторина Самарской области. А здесь Саратовская область. Республика Мариэл просто невероятная. У меня, конечно, после посещения Мариэл были только самые позитивные воспоминания, впечатления, потому что очень здорово, очень красиво. Это прям было невероятно. Южкар-Ала и по региону мы покатались. Это было очень классно. А здесь дальше Чувашия. Тоже посмотрите, какой красивый стенд. Невероятно. Там же и костюмы. И здесь тоже какие-то активности. И как все это великолепно. Можно вот нарядиться и сфотографироваться. Оренбургская область. Тут тоже. Все тихо, спокойно. Копии предметов из коллекции сарматского золота. Оренбургского губернаторского историко-краевического музея. А здесь у нас Пензенская область. Пойдемте посмотрим. Тут, конечно, домовята, но мне эта кукла напоминает. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Виар-игра начнется через 45 минут. Тоже тут перерыв. Ульяновская область. Пожалуйста. Там мастер-класс проводится. Здесь у нас Кировская область. Республика Мордовия. Ой, вы посмотрите, какой необычный стенд. Пойдемте сюда. Сходим, посмотрим. Ой, как здесь жарко и душно. Но зато можно полюбоваться. И почувствовать себя действительно в жарком лесу. И тут у нас Удмуртия. Визит Удмуртия. Маленький такой павильончик. Никаких активностей, к сожалению, не проходит. Кировскую область мы уже с вами видели. Здесь кто-то... А, это визит Татарстан. Мы с вами заходили на викторину. А тут еще, оказывается, с другой стороны можно покататься на велосипеде. С видами на Казань. Пермский край. Смотрите, что здесь. Здесь, кстати, еще есть по центру универмаг. Можно прогуляться, купить себе всяких вкусняшек из разных регионов. Или сувенирчиков. Или какую-то одежку. А тут, смотрите, еще стоит какой чувак. Мистер Робот. Приветики. Внезапно тут проходит концерт Юлианы Карауловой. Я мчу. Может, успею пару песен послушать. Хотя она вот спела «Ты не такой, ты не такой». Это матрешки. «Ты не такой, ты не такой, ты не такой». «Ты не такой, ты не такой, ты не такой». «Эй, ты не такой, ты не такой, ты не такой». «Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Супер!» «Еще раз!» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Яндекс музей Пойдёмте смотреть Тут стоит их беспилотное такси или что? Это просто беспилотная машина Яндекс Self-Driving Car Это конечно прикольно Вот и малыш робот катаются в Москве и в Питере Привозят доставочки Потому что Тут просто ролик про то, как ездит В общем Шайтан машины В общем Тут выставка различных картин так сказать, которые создала нейросеть Пожалуйста Можно вот ходить, посмотреть, почитать Очень много всякого разного Тоже Масса каких-то интерактивных зон Яндекс GPT Тоже нейросеть фактически Вообще здесь очень много временных павильонов разных компаний Видела Газпром Сейчас вот прохожу мимо Роснефти И ещё Сбер есть И множество разных других Поэтому в большинстве своём они рассказывают про технологии современного, технологии будущего Ну и если кому интересно, конечно можно сходить Вот буквально Я стою около Роснефти Но пожалуй Куда уже не пойду Я уже сегодня так изрядно нагулялась Мне пора выдвигаться в аэропорт А то опоздаю на самолёт Ехать не в Шереметьево Поэтому Я уже потихоньку двигаюсь к выходу С ВДНХ Ну и ещё параллельно посмотрю И подсниму Различные красоты для вас Вообще Я так понимаю, что По цветочному фестивалю Ещё всё равно только всё украшают И цветочный фестиваль будет на всей территории ВДНХ Поэтому здесь вот, например, ВК Знакомство украшает Цветочками живыми в горшочках Свою Дону И кажется мне, что так будет везде Но в целом цветов уже везде много Очень много тюльпанов Сирень цветёт И прям очень красиво Прям по-весеннему Это прям очень прекрасно А вот, кстати Я говорила про павильоны компаний И вот здесь как раз Павильон Сбера В которой очередь Которая почему-то не движется Но при этом, да Вот здесь с большим экраном И здесь тоже стоит Сберовский беспилотный автомобиль Яндекс Конкурент Можно вот посмотреть Подойти Сфотографировать Ваааа Вы посмотрите Какова красота Вот это да Очень чудесно сделали Цветочков тут много Поэтому любители приезжайте Посмотрите тюльпаны Просто в какие клумбы высажены Вот туда идут Вон просто клумбы-клумбы-клумбы Очень, конечно, красиво Красочно О, я так люблю весну и лето Вот я утром когда шла К главному входу говорила О, столько много людей идёт Нет Утром ещё было мало людей Потому что сейчас потоки Ну просто нескончаемые Просто толпы людей Потому что вечер Сейчас уже как раз становится не так жарко Немножко свежее И начинаются тоже Какие-то вечерние активности На ВДНХ И просто народу тьма Я еле выбралась Оттуда Но В общем, день сегодня прошёл Просто великолепно Столько всего посмотрела Прям очень классно Что получилось Выбраться Приехать Спасибо, конечно, большое Организаторам За то, что пригласили выступить Те, кто пришёл Тоже большое спасибо Надеюсь, было интересно и полезно Ну а на этом я прощаюсь И думаю, что вам Прогулка тоже понравилась Ну, в нашем случае видео-прогулка Поэтому не забывайте ставить лайки Пишите ваши комментарии Очень интересно Были вы на выставке России или не были И только посмотрели видео Ну и, собственно, ваше мнение по поводу выставки Ну а всем пока, пока